здравствуйте уважаемые подписчики зрителей канала бутлеги сегодня решил рассказать показать очень у меня был дистиллят долгое время у меня стоял без без дела без толку это был геркулес сортировочка месяца три был решил добавить сюда яблок сливы мацерация тоже мимо не прошла модное слово очень получился вот такая настоечка такого приятного цвета сейчас я ее решил перегнать ну ароматика скажу довольно приятная но именно вот этот дистиллят я хочу залить вот в эту бочку бочка тоже не зря у меня стоит это то бочка которую я делал кто не видел видео будет здесь напоминал к верху можете поглядеть как я ее перебирал собирал в этой бочки у меня залит точно такой же дистиллят он отстоял три месяца ну три месяца кто-то скажет мало там не додержал все нормально это один из этапов подготовки бочки то есть я ее вымочил тоже вымачивание я уже рассказывал кто не видел видео подготовки бочки без танцев с бубном тоже напоминал очка будет верху посмотрите как очень быстро вымочить бочку не надо ее месяц водой каждый день заливать трясти тем более уж соды полоскать в общем в эту бочку я залил дистиллят он у меня отстоял три месяца скажем так я снял агрессию потому что бочку делал сильного обжига сейчас я его солью этот дистиллят у меня пойдет на дальнейшую до выдержку на подготовку следующей бочки последующей бочки как вот она у меня появится ближайшее время я расскажу как еще можно готовить бочку для фруктовых дистиллят здесь у меня агрессия лишние танины уже впитались ушли теперь буду заливать вот этот дистиллят который перегоню поехали так заливать будут не мудроства и лукава вместе с фруктами запах шифтарный сейчас посмотрим что получится на выходе перед заливкой в бочку а пока у нас будет это все перегоняться за спиртуозность здесь 45 сейчас еще разбавлю водой процесс перегона показывать не вижу смысла остановимся на следующем этапе получился вот такой цвет дистиллята свет видно было вот такой вот это то что сейчас сливаю с бочки идет слив у меня пока перегоняется дистиллят заморочился с эстетизмом сделал такие вот из фанеры деревяшки для своих бочек ну вот для данной бочки сделал вот так вот то есть написал состав крепость дата залива поставил печать просто как бы написание на обручах мне не нравится делал сюда наклейки но это не то а здесь ну скажем вот так вот повесил эстетично и видно что находится любой момент бумажечку можно переклеить и новой заливки так у меня закончился перегон тело получилось вот 10 литровой баночки вот столько спиртуозность 83 но это уже с поправочкой на на температуру на все сейчас я этот дистиллят разбавлю до 45 и буду заливать в бочку но чем посчитал по прикидывал решил что разводить данный дистиллят буду до 45 соком я ручным и вот его и будет будем заливать в бочку короче по калькулятору самогонщика получилось на добавить 4 литра 4 мы зальем домашнего сока к сожалению у меня нету в этом году яблоками как таковыми не занимался ничего страшного эксперименты это наше все ну на этом у меня все бочка пойдет минимум ну я думаю что месяцев на 8-9 стоять дегустацию потом сниму покажу что получилось с данного напитка если понравилась идея по данному дистилляту по заливке бочки побежать подписывайтесь на канал ставьте пальчик вверх чтобы не пропустить вид новые видео нажимайте на колокольчик всем вкусных напитков пока дмитрий да дмитрий есть дмитрий дмитрий д,